На старт! Все подошли! Буквально одна минута и ребятишки убегают на свою первую большую дистанцию длиной в один километр. В Новожилово многие из них уже занимались со своими наставниками из спортивных секций, но сегодня им предстоит попробовать силы в настоящем соревновании. Давай, 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 давай! Пожалуй, ни за кого так не болели родители, как за Тему Кучирко. Его мама почти всю дистанцию бежала рядом, но только за ограждением. И подбадривала сына. Осталось совсем немного. Результат – четвертое место в первом забеге. Мама, кстати, тоже планирует пробежать, но только уже два километра. Мы всегда стараемся участвовать, если есть такая возможность и время. То есть к спорту мы очень близки, поэтому стараемся чаще привлекать сами и детей тоже. Тебе как бежалось? Тяжело. Было трудно. А ты бежал. Еще одна семейная команда – отец и дочь Александровы. Василиса заняла первое место в следующем забеге. Дистанция – тот же километр. Тяжело было? Ну, немножко. Василиса занимается в секции второй год. Участвует в разных соревнованиях. Самая длинная дистанция – это была у нее пятерка. Самая короткая – ну, наверное, километр. Призы – первое место – это в первый раз. Всего же на дистанциях от одного до шести километров пробежали 470 спортсменов. Да, такое вот огромное, можно сказать, рекордное число участников заявилось на «Кросснации-2022», проходившей в Березняках. Соревнования продолжались целый день. Ну, даже сегодняшняя погода подталкивает людей сидеть не дома на диване, а выйти, пробежаться. И это как раз мероприятие и подталкивает людей. И надо, прежде всего, к нему подготовиться, выйти на старт, ну и, соответственно, дальше продолжать эти пробежки. Кстати, Пермский край признали самым бегающим регионом еще в 2019 году. Сообщество лучших беговых событий в стране Russian Running составило рейтинг регионов, где больше всего любителей бега. Прикамье заняло в нем лидирующую строчку. Наш край стал самым многочисленным по количеству бегунов – 5617 жителей. В целом же «Кросснации» проводится для привлечения жителей к занятий спортом и здоровому образу жизни. Так, согласно нацпроекту «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также отмечал рост популярности бега в регионе. С каждым годом увеличивается число бегунов. Это говорит о том, что участники выбирают активный и спортивный образ жизни. Желаю всем показать свое лучшее время на дистанции, получить удовольствие от бега и праздника спорта. Ну а наши березняковские спортсмены остались довольны не только результатами забега, но и просто хорошим спортивным днем. Валерия Галакова, Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости.